Хорошо. Итак, кварки имеют определенные названия. Названия такие, чтобы их хорошо было запоминать. Первый – up и down. Это верхний и нижний кварк. Дальше – strange. Charm, очарованный, beauty и топ. Вот такие вот названия. Топ-кварк, он еще и другое название имеет – true-кварк. Или истинный кварк. Из up и down кварков состоят протоны и нейтроны. И надо еще сказать про свойства кварков. Тоже весьма интересная вещь. Вот если заряд электрический у всех частиц, он кратен заряду электрона, ну и выражается в величинах элементарного заряда. Элементарный заряд обозначается E. Ну, соответственно, Q у электрона – это минус E. Q у протона – это плюс E. Плюс элементарный заряд. Элементарный заряд. Так вот, у кварков эти заряды дробные. Заряд. Заряд. Да, лучше мне, наверное, написать кварк, я начал обозначить Q маленьким, тогда заряд лучше обозначить Q большим. Итак, заряд у up-кварков равен заряду у strange-кварков, равен заряду у top-кварков. И это будет плюс 2 третих элементарного заряда. Заряд у down-кварка. Это минус 1 треть элементарного заряда. Ну и дальше заряд уже не делится. То есть это вот самый-самый маленький заряд, который удается сейчас найти. Если скомбинировать 2 u-кварка и d-кварк, то мы получим заряд чего? Протона. Протона. И он будет равен E. Если взять и скомбинировать u-кварк и 2d-кварка, то это будет заряд нейтрона. И он будет равен нулю. Ну и вот чудесным образом так складывается, что устойчивыми являются только вот такие вот комбинации. Кварк с антикварком и 3-кварка. Вот последнее самое, буквально недавно, последнее время, ну там, несколько лет буквально, были обнаружены еще более экзотические комбинации из кварков и антикварков. Например, обнаружили комбинацию, которую назвали тетра-кварком. Вот такие вот комбинации обнаружили, в которых 2-кварка и 2-кварка, и они слипаются. То есть фактически слипаются в единую частицу 2 мизона. И были обнаружены еще комбинации, которые назвали пентакварки. Это барион, сцепленный с мизоном, образует единую частицу. Вот такая вот частичка. Обнаружили в экспериментах на коллайдерах. Ну, они распадаются достаточно быстро. Вот эти быстро распадаются, а барионы и мизоны существуют обычно дольше. Ну и возникает вопрос, а почему не может существовать просто кварков по отдельности? Идея возникла такая, что у кварков есть какой-то еще особый заряд, который не является электрическим. Его еще назвали цветным зарядом. Ну и в природе, может быть, этот заряд, он может обладать такими свойствами. Во-первых, в отличие от электрического заряда, где есть положительный заряд и отрицательный заряд, цветной заряд имеет три градации. Он может быть, поскольку его назвали цветным, назвали его цветовой зарядом. На самом деле странный. То есть понятие заряда – это для сильного взаимодействия. Назвали красный, желтый, по-моему, и синий. Три цвета. Или красный, зеленый и синий. Здесь я не помню. Так вот, оказалось следующее, что либо кварки сцепляются так, что их заряды противоположны, то есть красный, например, и красный с волной. И в итоге получается белый. Итоговый цветовой заряд, суммарный, оказывается нулевым. Ну или желтый, там, не знаю, зеленый, зеленый с волной. Частицы заряд и антизаряд. Тоже белый. Либо кварки сцепляются по-тругому, образуя снова белый. То есть получается, таким вот образом формируется нейтральный заряд. И в природе наблюдаются только нейтральные заряды в экспериментах. А отдельного чисто заряженного кварка не появляется. Ну, поскольку есть какой-то такой вот хитрый заряд, то появляется еще идея, что этот заряд должен быть носителем какого-то силового взаимодействия. То есть носителем какой-то передачи энергии и появляется какая-то сила взаимодействия. Вот сила взаимодействия осуществляется, ну и вообще все взаимодействия, осуществляются частицами, которые не образуют вещество, а являются переносчиками взаимодействия. Ну, о них говорили. Сейчас я покажу вот эту табличку. Вот сильное взаимодействие. Оно переносится внутри ядер мезонами. Электромагнитное – гамма-квантами. Слабое – это промежуточные векторные бозоны. Гравитационное – гравитоном. Хиггсовское – бозоном Хиггса. Ну, здесь тоже должен быть какой-то бозон, бозон, который переносит взаимодействие. И его назвали глюоном. Назвали глюоном. Это бозон-переносчик сильного взаимодействия между кварками. Ну, и получается вот так вот, что блюоны тоже являются носителями заряда цветного, цветового заряда. Ну, и вот если у нас есть какая-то частичка, то в ней, ну, например, три кварка, а между ними между ними есть глюоны. И вот эти вот глюоны тоже являются носителями цветового заряда. Суммарный цветовой заряд частицы, ну, это какой-то бреон, суммарный цветовой заряд равен нулю, то есть он белый. Поскольку глюоны являются носителями заряда, то если мы их начинаем к ним прикладывать какую-то силу, то есть растягивать, ну, или пытаемся потянуть за один кварк, то начинают появляться эти глюоны, которые осуществляют взаимодействие. Чем больше мы растягиваем эту частицу, то есть чем больше энергии мы туда закладываем, тем больше порождается глюонов, тем больше возникает глюонов. В обычном состоянии глюоны являются виртуальными частицами, и, ну, как любая виртуальная частица, она просто переносит взаимодействие. Ну, так же, как, скажем, два заряженных электрона обмениваются виртуальным гамма-кванта, виртуального фотона, а здесь обмен виртуальными глюонами. Но как только мы начинаем закачивать энергию, глюоны становятся реальными. И, поскольку они сами являются носителями заряда, они начинают порождать новые глюоны. То есть мы прикладываем силу какую-то, эта сила рождает из одного глюона два глюона, и, ну, эти два рождают еще сколько-то глюонов. И чем больше расстояние, которое пролетают эти глюоны, то есть чем на большем расстоянии происходит взаимодействие, тем больше глюонов рождается. Ну, соответственно, и сила тоже резко возрастает. Вот в этом отличие сильного взаимодействия от электромагнитного и от гравитационного. При электромагнитном и гравитационном взаимодействии у нас силы складываются линейно. То есть вы прикладываете, скажем, вот у вас две силы, они взяли и сложились просто векторно. Без проблем. У глюонов не так. Вы прикладываете силу, появляется еще сколько-то носителей заряда, вот этих вот глюонов, которые приносить взаимодействие, которые сами являются с носителями заряда. И сила возрастает, причем сила возрастает нелинейным образом. Ну и в какой-то момент, когда вы уже приложили очень много усилий для того, чтобы выдрать оттуда из этой частицы кварт, которую вы хотите увидеть отдельно, получилось, что вы приложили настолько много энергии, туда закачали, в эту систему, что появляется вместо одной частицы две частицы, каждая из этих частиц является зарядово-нейтральной, с цветовым нейтральным зарядом. То есть, был один, например, брион, стало два бриона, или стал брион с мезоном. Вот такое вот взаимодействие, которое не позволяет вылететь отдельному кварку наружу, вот он, кварк хочет вылететь, а вот ему запрещают. процесс, такой вот вылет, оно получило название конфайнмента. Вообще английское слово. конфайнмента. То есть, не вылетание, запрет разлета, ограничение. Слово конфайнмент еще используется, например, в атомных электростанциях, когда реактор окружают специальной бетонной оболочкой, оболочкой, из которой, даже если там что-то взорвется и пойдет в разнос, выйти ядерное топливо не может. Там тоже называется конфайнмент. Так вот, явление не вылета кварков, это конфайнмент кварков. Ну и вот таким вот образом получается, что мы сталкиваем частицы, пытаемся выдрать кварки, но вместо того, чтобы выдрать отдельную кварку, рождаются новые частицы типа барионов или мезонов, которые представляют собой комбинацию кварков. В общем, рождаются они откуда? Из вакуума, из заполненных уровней энергетических, в которых как бы сидят уже зародыши частиц. При этом появляются пара частица и античастица. Вот если посмотреть на диаграмму вакуума, я когда-то уже рисовал, вот у нас есть энергетические уровни, вот нулевой уровень, как бы пустота в кавычках, потому что вакуум на самом деле это не просто пустота, а наоборот наиболее заполненное состояние вещества. И в вакууме все энергетические уровни с отрицательными энергиями, они полностью заполнены. Из-за этого вакуум не взаимодействует с веществом окружающим. Но если мы каким-то образом концентрируем энергию в области вакуума, то возникает пара частица и античастица. Вакантное место это античастица, ну а вылетевшая это частица. Ну и для нас это как будто две частицы противоположных с противоположными свойствами. У них электрические заряды противоположные, лептонные заряды, количество лептонов противоположные, барионные заряды, если там барион тоже противоположные, ну и другие свойства, спины противоположные и так далее. То есть получается такая вот пара. Ну а дальше они могут, если это виртуальная пара, они могут схлопнуться и аннигилировать обратный процесс аннигиляции. Либо если это пара не виртуальная, а реальная, то они разлетаются просто в разные стороны. Ну и в принципе реальная пара тоже, электрон с позитроном, тоже реагирует аннигиляцией. Точно так же протон с антипротоном. Ну и вот теперь то же самое здесь. Если у нас провзаимодействовали ну скажем две частицы кварки рождаются, они рождаются тоже парами. То есть появляется кварк и антикварк. Получается пара из двух частичек. И так происходит со всеми кварками, кроме одного. Один кварк особенный, который получил название истинного кварка. Это топ-кварк или трюкварк. Вот этот истинный кварк. Вот он распадается и исчезает настолько быстро, что он не успевает из вакуума вытащить вокруг себя другие кварки. Сформировать. И получается, что трюкварк он распадается раньше, чем он превратится в брелон или в мезон. Поэтому его еще, кроме топ-кварка, назвали еще трюкварк. Настоящий кварк. вот эта идея строения вещества. Я сейчас принесу вам одну штуку. Я ездил в Церн и привез из Церна такую хорошую наклейку. Сейчас вам покажу. Для этого нужно закрыть трансляцию и прийти на на видео. Вот можно мое видео открыть. Сейчас я принесу. . не получилось попробую другому так смотрите вот здесь рисунок на котором представлена структура структура кварков up down strange charm кстати я перепутал местами поменял когда вам рисовал charm должен быть там же где up strange там же где down beauty top вот это кварки подождите а как тут по этим рисункам можно что-то понять про них я не очень понимаю смотрите вот есть три поколения частичек первое поколение это самые легкие частицы самые левые столбец второе поколение потяжелее частицы это второй столбец третье поколение третий столбец это самые тяжелые частички вот левые кварки up и down видно там можно прочитать интересно а я могу сделать вот эти вот комментарии на нем получается смотрите вот когда первое поколение кварков у них одни крылышки у второго поколения там двойные два хвостика нарисовано у третьего поколения у них три хвостика вот чем более высокое поколение кварков или лептонов тем тяжелее частица тем более тяжелые частицы в каждом поколении устойчивыми являются только самые легкие частицы все более тяжелые распадаются до этой самой легкой и при этом излучаются какие-то другие частички ну например вот возможно какие комбинации возможно например нейтрон это два down кварка и один up кварк нет наоборот UUD один да нейтрон UDD два down кварка и один up кварк он более тяжелый чем протон соответственно он распадается на протон который самый легкий в данном классе частиц трехкварковых и еще электронный антинейтрин до